Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Дожджил самый разгар жнева. Надворья выпрабовывая на трывалости, уносит коррективы во уборочную кампанию. Право на працу протягивается работа по реализации доручения президента Беларуси, обсаденничая незанятости непрацующих инвалидов. Юные воротовальники под Гомелем разгорнулся республиканский палаточный лагерь. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Санкт-Петербург – прямая шостый форум регионов Беларуси и России. Сегодняшние мероприемства были присвечены деловому супрацовниству. У Таврычевским палаце Санкт-Петербурга собрались экономисты, керавники предприемства, бизнесмены и парламентары. Сирот заяв – створение союзной держкорпорации, якая допоможе Беларуси и России выйти с суместными проектами на рынки третьих краин. Удельники посаджения деловых советов разглядали пытанни равноправного доступа субъектов до рынков и держзакупок, детали технического регулирования и выход с суместными проектами на рынки третьих краин. Удельники посаджения деловых советов разглядали пытанни равноправного доступа субъектов до рынков и держзакупок, детали технического регулирования и выход с суместными проектами на рынки третьих краин. У приватности это тычется беларусской машинобудовничей продукции, дешмат российских комплектующих. Я предложил создать госкорпорацию по типу Ростеха, вот так как поступает, например, сегодня Китай. И вот там в рамках этой госкорпорации объявим изъятие, и от НДС уйдем, от лишних обременений уйдем. И может быть не обязательно для этого даже преодолевать те политические изобретения, которые все время приписываются. Общую валюту, общий банк, общий парламент. Может быть к этому не готовы общества наши, а вот это мы можем делать вместе. Вот для этого, собственно, форум регионов и существует. Парад огня форуму регионов был у центра уваги керавников Верхних Палат Парламентов. Как отзначил спикер Совета Республики Михаил Мясникович, у форуме удельничают великие группы, которые представляют интересы у Радов. Они будут разглядать вопросы, что тычется в первую очередь наполнение союзного договора про забновленную актуализованную программу Деньев. Беларусь и Россия фактически многим сблизили позиции. В рамках форума так само заплановано подписание широкого погоднения об гандлево-экономичным, науковым и культурным супрацовництвям. До инших тем. У регионе протягивается уборочная кампания, однако темпы работ все еще стремливают на дворья. Протяглый час на территории в области Амаль, что день идуть дожджи. Як отзначили у Комитете по сельской господарции и харчаванне облавы Конкама, механизаторам приходится литерально дежурить на палетках. Коли опадки припыняются, аграры испробуют с максимальной эффективностью выкористать хоть некольких один, чтобы минимизовать страты ураджаю. Дожди идут, о чем это говорит? О том, что увлажняются зерновые культуры и клонятся к земле колоски. Соломина абсолютно вызревшая, она ломается. Таким образом, колоски прямо склоняются до самой земли и не позволяют комбайнам срезать их. Таким образом, у нас образуются потери. И это происходит ежедневно. Поэтому сейчас вся задача стоит о качественной уборке. И снижается скорость, кроме того, комбайнов. О качественной уборке, чтобы собрать все то, что выросло. В регионе зараз убрано больше, как 50 тысяч гектаров. Это маль шостая частка от запланованного. Больше активно работы ведутся в Речицком, Брагинском, Лоевском и Ельском районах. Агульный на молодых господарок региона – коля 120 тысяч тонн сбожжа. При средней ураджайности – 23 центнеры с гектара. В таких районах, как Речицкий, Мазырский и Житковицкий, избирают по 27-28 центнеров. Темчасом, аграры приступили до сдачи зерня пшаницы и жита у кошт держзаказу. План по первой культуры выканан на 8%, по другой – практически на 30. Уличываючи, что у сбожжа зараз празмерно в Вильгате, спочатку его просушивают и доводят до необходимой кондиции, а потом сдают на хлебоприемные пункты. До выходных пройдет тепло. Синоптики рассказали про надворья на этот день. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе будет прохолодно и дождливо. Але после пятницы опадки спынятся и потеплее. Уже в субботу температура поветра подымется до плюс 26. До речи, первая полова липеня была холоднейшая, чем звычайно. Середняя температура отрымалася на 2-6 градусов ниже за климатичную норму. У Гомельской области каждую пятую субсидию на открытие справы у первой поугодии отрымали вязковцы. При этом, колькость жадающих скористаться держпотрымкой для реализации своей инициативы, что год расти. В часе за все стартовый капитал допомагает беспрационным реализоваться у таких накерунках, как гандль, цырульные послуги, аутосервис, будовниче-отделочные работы. Многие знаходят себе в рамесництве. Усяго селета у Гомельской области плануется выдать каляче 300 субсидий. Летость такой подрымкой скористались 380 человек. С початку года на Гомельщине процелотковали амаль 60% инвалидов, які звернулись с задповедными просьбами у центры занятости. А прочатаго часка людей с обмежеванными макчымастями отрымала субсиды на организацию уласной справы, цепь пройшла перенавучанья. Разом с тем, знасти работу для усіх жадаючих отрымливается не завсёды. Реализация дорученья президента Беларуси, обсадзенниче незанятостей непрацуючих инвалидов, які мають професійные навыки, тема нашого наступного репортажа. Унитарное предприємство «Швец» у наступном годі означать 30 годі. Сьогодні тут працують каля 130 человек, боль за полов, з яких мають групу інвалідності. Основный ассортимент – спецодзення, сродки индивидуальной аховы и пастельная белізна. А праша того участка работників з низкой квалифікації і, як правило, сурізними захворюваннями, працують непосредно по місці жихарства. Іх заняток пошив рукавиц. Як процес происходит, крой непосредственно изготавливається у нас здесь, на предприятии. Затем непосредственно на домашний адрес разводиться этот крой, где находяться швейные машинки, которые выданы предприятиям нашим. І работників вже непосредственно осуществляються, отшив цих ізделі. Затем мы також своим транспортом об'їжджаєм по всем домашним адресам работників і собираємо ці ізделі. На початок гэтага году у спісі жадаючих просуладкавацца знаходзілися 255 чоловек з аміжаванымі фізічными махчымастями. На протягу першага паўгодзя більш як палова з їх сваю мару реалізавала. А праша таго кожный чатвёртый у гэтый перет приймаў удел у аплочваемых громадських работах. Двое отримали субсіды на открытсё уласной справы. Разом з тым досягаць навад таких вынікаў аказалася зусім непросто. Сёня просуладкавацца можна толькі пасля проходження медицинскай комісії. І не ў кожного чалавека з група інвалідності гэта отримліваецца. У нікай ступені варашыням гэтый праблемы з'являецца броніровання рабочых місців і так званая працонная адаптація. Для этого заключаюцца договора непосредственно с предприятиями, с нанимателіми. І компенсіруюцца нанимателію затраты на выплату заработной платы для этих граждан. Течіння, например, от полугода до года. Для того, щоб вот этот гражданин, этот інвалід мог адаптироваться на рабочем місці по определённой професії. І впоследнюючому вже продолжав свою трудову деятельність, якщо удовлетворяють запроси і нанимателі, і, соответственно, інваліді. Леп за все, така працонна адаптація проходить на предприємствах, де значну частку роботників складають люди з групи інвалідності. Правда, у апошніша сколькость таких предприємств ускорачається, що часто тлумачиться їх низка конкурента з дольністю. Разом з тим, варашаць праблему необходна у любым выпадку. Чоловік повинен месь махчым і спрацаваць. У протоколі доручення у керівніка державы, затверджаным на пачатку місяцца, гэтае пытання тлумачиться адназначна. Непрасучим інвалідам, які маюць професійні і працонні рекомендація, необходна оказываць садзейнішіні у занятості. Тому що дуже складно на сьогоднішній день прожить на одну пенсію. І є інваліди, які стремяться роботи. Я хочу більш-менш достойно жити. В ріце Олександра Лукашенка поднят правильно цей вопрос, що інваліди должны роботи. Прокурор Гомельській в області Віктор Морозов і старшиня Гомельській обласної організації Білой Русі Галина Терешченка 24 липня проведуть сумісний прийом громадян. Йон відбудеться у громадській прийомній обласної організації по вулиці Лангі, 17. Попередній запість відзіться у будні дні з 9 до 17 годин по номері телефона 70-43-00. Республіканський лагір «Воротовальник» розгорнувся у Гомельськім районі на базі Ліцея МНС. На протягу чотирок дзін жити у полевых умовах з поборнічись у творчих і спортивних конкурсах будуть 7 команд по одной з кожного регіону і города Мінська. Ганна Коральчук познайомилася з удзельниками. У лагірі «Воротовальник» приймають уздел 70 юнаков і дзявчат в узросте от 14 до 16 годів. На фінальний этап приїхали самі згуртовані, спрытні і метанакіровані представніки молодзіжного руху МНС, які вже стали переможцями своїх обласних відборів. Більше за місяць потребувся їм для теоретичній спортивній подріхтівки до республіканського форуму. Зараз я не чекаюць ярких емоцій заради становчій енергії і нових сябров, а так само махчимості провірити свої в'єді про безпеку. Я дуже рада, що пітаєюся пробувати себе в якихось нових направліях. Я пробую себе в нових условіях, даже можна сказати. Я просто стремлюсь завжди к якимось творчим, спортивним таким мероприятиям. Мене це дуже цепляє, і я це дуже люблю. Це мене по душе. І в турслітах, і як спасателі я перший раз в цьому году. Программу для удзільників подріхтували насыщенную. Команди повинні були не просто поставять палатки, але і перетворити свій городок у кермаш безпеки. Для гетага спотрібляся плакати, транспаранты, стушки і шарики і навіть протягази. Але головне у конкурсі не самі колоритні атрибуты, а їх сенс. Той, як команди змогуть сумістіть традиційні народні гулянні і забави з навучанням безпеці. Данна ярмарка показує не просто ярмарку продажи чого-то, а ярмарка іменно безопасності. Ребята демонстрирують і показують, як можна попасть на ярмарку і получить не тільки які-то вкусні продукти, сладості, а іменно знання по безпецісті. І здесь ми видим площадки, де, хто приходить на ярмарку, може узнать, як же правильно действувати в случае чрезвычайної ситуації, як правильно вызвати спасателі. Остатні конкурси так само обіцають бути цікавими. Ті змогуть команди розпалити вогнішча з допомогой трох запалок і одного листа папери. Ті окажуть дзявчинки допомогу потерпелому усяго за 15 хвілін. Хто зудзельніка усамый трапный стралок? Вынікі усях з паборніцтва будуть відомі 18 липеня. Гана Коральчук, Сергей Лукашук, телерадуя компанія Гомель. Фігурі та піарі жовелу натуральну величиню допомніть аллею на Волотауськім каскаді озёру Гомелі. Як повідоміли у адміністрації центрального района, самай высокой стане п'ятимятровая жірафа. Неподалік разместяться леу, мєдвєдіцца з мєдвєдзєнєм і конь з жарабєм. Усе фігуры виконані са штучнага газона. Откритію екзотичній поляны заплановано на завтра. Організаторы обіцаюць заправднія свята з выступлєнням творчих коліктівів, дзіцячымі аттракційонамі і пачастунками. Планується, што завтра тут будуть і заправднія жовелы. Гості змогуть покатацься на коні або поні. Пачатаку 16.30. Нагадаєм, парк акзотичних фігуру в Волотауі заклали літось. Тады тут з'явіліся носорог, бегімот і слоніха з дзіцяньом. Мазырські рыбаки поставілі черговы рекорд. 16 ліпеня на Припяті зловілі яшчы одного вялізного сома. Довжыня атрофея на гэты раз склала 215 сантыметраў. Гэта на 5 сантыметраў большчы мулоў Мазыраніна Михаіла Міцуры у минулая выходныя. На гэты разудача усміхнулася Віктору Мартіновічу, поведамляя тут бай. Жаночы партрэт без редактораў, косметыкі і упрыгожванняў. Натуральну упрыгажось дзявчынок, дзявчат і жанчын пакажыць на выставе ў Гомелі. Экспозиція разместіцца ў музеў істориў друку і фотографіў. Усяго будзе працтавліна більш як 30 работ. Чорно-белые тонны, ў яких выкананы з дымкі, падкрэсливаюць яркаць в образаў. Самай малучшай моделі 3 гады, старайшай 65. Выстава пачні работу ўже завтра. Гомель ў серце маім. Сетка публичных бібліотек города Гомелі запрашаў даў делу ў краўзнаўчым праўекте. Граджанам прапануюць расказаць об культурной і історичной спадшыні обласного центра ў формате эсэ, фото і відеа. Яны павінны адлюстровуваць минулаў і сучаснаць Гомеля, історуў, культуру, архітектуру, любимые виды і памятныя мястіны. Прадставіць работы можна ў некалькіх номінаціях, дославшы іх на электронную пошту бібліотекі імя Герцена да 20-го Кастрычніка. Журы вызначыць пераможцов сярод дарослых і дзятей. Их узнагароджанне пройді ў рамках меропрыємства у примиркаваных дадня вызвалення Гомеля днемецка фашысткіх захопнікаў. Падрабязаную інформацію аб в праекці шукайте на саці сеткі публічных бібліотек города Гомеля. Гэты, а так сама іншыя новіны вы можыця знаўці на нашым саеці ў інтернеті па адресі www.tvarkomil.bivay Нагад ім, выпуск завіршаны. Дякую за увагу і до новых сустрэч у ефіры. Де-факто на телеканалі Беларусь 4 в студіо Александр Гомоля. Здравствуйте. Два с половиной года лишення свободы. Такое наказання получил 24-х летний житель Чечерска за попытку уйти от преследування ГАИ і угрозу стражам правопорядка. Решением суда конфискованы його автомобілі ЗИЛ, за которым отправились в погоню інспекторы. В кузове машины находился металлолом, а водитель ехал без включённого светофар в тёмное время суток. Это насторожило сотрудников ГАИ, и они решили остановить грузовик. Правда, это удалось сделать только с помощью табельного оружия. Машина стала петлять по узкой просёлочной дороге, не давая себя обогнать. Водитель не хотел останавливаться, поэтому инспекторы были вынуждены открыть по грузовику прицельный огонь. После серии предупредительных выстрелов один пришёлся по заднему колесу, другой по радиатору охлаждения. Это успокоило нарушитель, и он всё же остановился. Мужчина нелегально перевозил металлолом, не имея при этом прав на управление грузовым автомобилем. За минувшие сутки на территории Гомельской области произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие. Так, в Мозорском районе градус алкоголя повлиял на радиус поворота. На закруглении дороги не справился с управлением водитель автомобиля «Сиат Толеда». Мужчина съехал в кювет, где его машина несколько раз перевернулась и остановилась, встав на колёса. Пострадали мужчина и женщина, которые ехали в авто в качестве пассажиров. Их госпитализировали. Не справилась с управлением и водителя спортивного мотоцикла в Гомеле. Совершив экстренное торможение, девушка упала со своего байка перед пешеходным переходом на улице Ильича. Мотоциклистку отбросило в сторону и прямо под колёса легковушки, которая двигалась в попутном направлении. 21-летнюю девушку доставили в больницу после оказания медицинской помощи. Отпустили домой. А на улице Барыкина областного центра сегодня перевернулся «Опель». Машина оказалась крышей на асфальте из-за водителя фуры. Он начал перестраиваться в соседнюю полосу движения, зацепил автомобиль «Джили», после чего тот развернуло и откинуло в сторону на автомашину «Опель». От удара иномарка и перевернулась. Но пострадавших нет. Водитель «Опеля» избежал повреждений, так как был пристёгнут ремнём безопасности. Более серьёзные травмы у 7-летнего мальчика из Мозыря на улице Нефтестроителей. Ребёнок перебегал дорогу и попал под колёса легковушки. ДТП произошло на дворовой территории. Мальчик выбежал на проезжую часть неожиданно для водителя. Ребёнок находится в травматологическом отделении Мозырской районной больницы. В связи с этим госавтоинспекция обращается ко всем родителям. Пожалуйста, будьте внимательны, объясняйте своим деятелям правила дорожного движения. В частности, того, что при переходе дороги через проезжую часть нужно переходить только по пешеходным переходам. При этом запрещается выбегать на проезжую часть впереди движущих транспортных средств. К этому часу это все новости. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Вене состоялась жеребьёвка гонбольных еврокубков. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» напомню, стартует в кубке ЕГЭ с первого раунда квалификации. Соперником чемпионок Беларуси на этой стадии станет сильнейшая команда Косова и Стогу. Путёвку в следующий раунд получит победитель двухматчевого противостояния. Первый поединок пройдёт седьмого или восьмого сентября, второй, четырнадцатого или пятнадцатого. Победители этой пары во втором раунде квалификации ожидают полуфиналист кубка ЕГЭ в прошедшего сезона датский клуб «Хёрнинг и Каст». Хоккейный клуб «Гомель» домашние поединки кубка «Салея» проведёт на выезде. Причина тому – ремонт холодильного оборудования гомельского ледового дворца. Возможные места проведения матчей Жлобин и Бобруйск. Первые тренировки на льду Рыси проведут в Жлобине, куда отправятся на сбор в конце июля. Между тем, защитник Сергей Соцкий подписал с гомельской дружиной просмотровый контракт. Игрок уже приступил к тренировкам. Хоккеист-уроженец нашего областного центра в юном возрасте переехал в Санкт-Петербург, где стал игроком хоккейной школы «Форвард», которая позднее вошла в состав питерского «Динамо». Последние три сезона Сергей Соцкий провёл в молодёжной хоккейной лиге в составе мытищинских «Атлантов». Набрал 9 ассистентских баллов в 143 матчах. Гомельские батутисты заняли третье место в общем зачёте республиканской спартакиады Дю США. Воспитанники из Дюшор номер 4 Иван Мельников, Кирилл Тиханцов, Елисей Пих и Павел Киселёв заняли второе место в командных состязаниях юношей. Дарья Дроздова, Арина Грапова, Виктория Галузина и Марица Гаарян также поднялись на пьедестал. Гомельский квартет завоевал бронзу. В личном первенстве Ярослав Фурс показал лучший результат в соревнованиях по программе кандидатов в мастера спорта. Роман Прохоренко стал здесь третьим. Кирилл Тиханцов и Иван Мельник взяли серебро в синхронных прыжках. На этом пока всё. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова